всем привет из-за полярного города кировска начало мая за окном чудесная майская погода ну-ка нафиг еще раз всех приветствую я рэдди прошлый город алекс если кто помнит и сегодня будем смотреть на подключение геймпада от sony playstation к спектруму если быть точным к двум его клонам скорпион 256 и ленинград 48 сразу оговорюсь что геймпад не родной он переделан физически имею ввиду технические все подробности ниже можете найти по ссылке обсуждение описание все есть на форуме а тут я покажу все это в деле наглядно так скажем родной 48 вот стоит переходник гнездо увидено и получаем как тут и было отключаем вставляется четко она я включу вот так вот вот ну что нужно включать демонстрировать начнем сон скорпиона вот он скорпиончик сам геймпад как уже говорил переделан поставлен разъем db9 соответственно в компьютере монтирована ответная часть к ней можно припаять шлейфик а там уже куда вам удобно на скорпионе сделан системный разъем разъем периферии так что можно подпаиваться либо к нему или вот сюда вот поставить небольшой мини разъемчик либо вот разъем синглер джойстика самый оптимальный вариант к нему нужно подпаять всего два проводка и получаете если вот штекер дин сразу подключенный девайс переходник с дин 7 дб9 к нему уже подключаем вот сюда сам геймпад все все подключено все щелкает это если так нагляднее наверно будет в сто двадцать восьмом бейсике заюзаны три полу ряда клавиатуры это кнопки от 1 до 5 это кнопки 6 0 они же интерфейс 2 ну а третий полуряд можно принципе повесить куда угодно у меня сейчас задействован полуряд с интером можно также повесить вот сюда ну или вообще на любой только желательно не вешать на капс шифт с пробелом потому что приобретенной комбинации получается клавиша брейк то есть это не везде будет комфортно смотрится ну и вот что мы имеем вот можно довольно быстро запомнить где какая цифра ну а это уже кнопки третьего полуряда интер вот такая штука посмотрим как это выглядит в тесте написал небольшой тест для наглядности тест проверяет каким рядам подключен геймпад автоматически конфигурирует то есть можете подпаиваться к любым если программа сделана правильно она сама все настроит для конечного юзера это намного лучше привет форум zxpk.ru кстати ну что поехали нажимаем любую кнопку и вот смотрим идет конфигурирование полурядов нужно нажать определенные кнопки в каждом из полурядов можно кстати давить клавиатуры потому что это есть клавиатура вот смотрим допустим в данном случае старт это вторая кнопка в полуряду можно нажать любую и давить пока полностью не зайдет ну допустим давим полуряд выбран теперь крест нужно нажать вот я давлю на геймпаде допустим либо на клавиатуре в любом абсолютно полуряду можно интер можно нолик а без разницы можно хоть капс шрифт она же тоже 0 вот и теперь нужно нажать две клавиши вместе l2 плюс r2 нажмем допустим что-нибудь на клавиатуре такое это у нас вторая и четвертой кнопки в полуряду будет это а этот у нас ряд уже задействовано вот смотрите это будет z и c всего он уже не срабатывает но есть взять s и f вот три порта выбраны а теперь на фирменный так сказать на родной механической имеются ввиду клавиатуре будет конфликт полурядов и с клавиатурой этот тест не пройдется ну поэтому можно сделать перепопытку клавишу экстенд моды а наша капс шрифт по символ шрифт и уже нажимаем все это на геймпаде первый ряд нажимаем старт есть нажимай крестик есть нажимаем r3 r2 плюс r2 есть теперь нажимаем вместе сэлект плюс крестик плюс r1 плюс r1 готово можно эту часть пропустить если вы допустим работаете с клавиатурой и у вас геймпада вообще нет теперь наглядно показаны все три подключенных полу ряда и вообще все полу ряды клавиатуры порты можно по что-нибудь по нажимать тут же кнопки отображаются нолики это нажатые кнопки а сверху 3 полу ряда на которых подключен геймпад смотрим как бы вам показать получше вот все кнопки работают это кнопки направлений соответственно работает любые комбинации кнопок можно нажать абсолютно любую конфликта полу рядов нету сейчас я наглядно покажу для тех мало ли кто не в курсе в чем это выражается у нас подключены все цифровые клавиши вот допустим жмем эти полу ряды и теперь зажимаем все клавиши от 1 до 5 вот они нажаты если же теперь нажать любую клавишу в другом полу ряду вот шестерочку нажимаем получаем зажатыми весь полуряд вот так работает механическая клавиатура а теперь идем сюда нажимаем эти же клавиши 1 2 3 4 5 и нажимаем что-нибудь в этом полу ряду или крестик конфликта нет вот так работает геймпад что ж можно показать на ленинграде проблемка одна как передать программку здесь где ты вот на это все решается очень просто магнитофонный кабель сделанный крест-накрест то есть вход одного компа на выход другого можно включить наш ленинградик вот он а теперь выпускаем загрузили блок память теперь делаем что-нибудь он 276 8 4 3 12 приятные звуки прямо из детства вспомните свои непередаваемые ощущения так загрузилась адрес запуска у нас 30 49 44 набираем 349 44 опа воля теперь вместе с переходником берем геймпадик втыкаем его так 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 как бы это сделать он уже запущен старт окей крестик окей l2 плюс r2 вот теперь все нажимаем вместе select крест и два шифта не работает да потому что почему а л1 плюс r1 потому что жму готова должен кстати сказать что ленинград довольно галючная вещь особенно в плане клавиатуры почему то мой экземпляр он считает нажатыми вместе капс шифт и символ шифт как три каких-то кнопки вот смотрим нажимаем капс шифт и мал шифт это эксцент мод клавиша если кто не в курсе показывает три нажатых кнопки интересно да это у нас что получается какая клавиша не должна быть нажата 7 ffe это у нас с пробелом за что ли точно нажимаем эксцент мод получаем нажатыми три кнопки только ну это мелочи главное что все работает пожалуйста а вот по моему был некоторый глюк но виноват повторюсь ленинград то есть держим нажатыми вот эти две кнопки а у нас еще считается нажатая кнопка select лечится это доработкой вернее исправлением кривого супер клона вот целом же все работает вот такое устройство или такое устройство намного выгоднее и перспективнее чем какой-нибудь темсон джойстик даже 8 битный задача лишь программно поддержать его старые игры если быть точным все работают без проблем с этой штукой тут я уже не буду этого показывать все таки время не резиновое ваше в том числе а в новом софте можно программно поддержать сразу же вот примерно в таком виде можно с настройкой можно без настройки рядов но лучше настраивать конфигурировать и предлагать игроку управление уже вот этими вот иконками кнопок сразу согласитесь намного удобнее всем спасибо кто до конца досмотрел иконки а